В столицу Туркменистана прибыли президенты более 10 государств, а также главы международных организаций, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и ЮНЕСКО. В Ашкабаде проходит международный форум о взаимосвязи времен и цивилизации, основа мира и развития. Он посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Утром участники форума возложили венки к монументу Махтумкули Фраги. Родился он в 1724 году. Фраги считается основоположником литературного туркменского языка. Своим творчеством он развил роль разговорного языка в поэзии. Его стихи и поэмы передавались устно музыкантами и сказителями, а публиковаться стали в первой половине 19 века. Международная организация тюркской культуры объявила 2024 годом Фраги. Президент Туркменистана Сердар Берды Мухамедов сообщил, что принял решение наградить Владимира Путина юбилейной медалью поэта-мыслителя Махтумкули Фраги. В Туркменистане имя Фраги Махтумкули знакомо всем с раннего детства. Его считают основоположником туркменского литературного языка. Кроме того, философия Фраги проповедует идеи мира, гуманизма и национального единства. Подробнее Алена Касаткина. Ты напал из-за угла, ты покой отняла, разлука, ты мингли у меня отняла, горе мне принесла, разлука. Отныне я Фраги разлученный. Его образы были понятны и вельможе, и воину, и пастуху. Фраги Махтумкули создавал поэзию из речи, которой пользовались простые люди. Так он положил начало настоящей литературной революции. Сначала он учился в Бухаре, в Метрсе Кукельдаш. А через год уехал в Хиву и поступил в Шергази. Основой были знания религии. Обязательно изучали арабский язык, чтобы читать священную книгу Коран. А чтобы штурировать поэзию и философию, занимались персидским. Кроме того, там преподавали математику, астрономию, логику. Несмотря на то, что жил Махтумкули в XVIII веке, его подробной биографии не существует. Однако в Национальной библиотеке Ашхабады собраны не только печатные издания его стихов, но и научные монографии о жизни и творчестве. Благодаря им стало известно, как почитали Фраги еще при жизни. Вот послушай, я тебе зачитаю. При очередном набеге на село, зная, что Махтумкули – искусный ювелир, его взяли в плен и увезли на чужбину. Там на базаре однажды кто-то узнал, что эти браслеты и кольца сделал сам Махтумкули Фраги. Он тогда был уже очень известен. Торговца, который продавал это серебро, выследили, напали на дом, где держали поэта, и освободили его. Популярности Махтумкули помогли бахши, музыканты-сказатели. Они собирали его стихи и легенды о самом мыслителе, распространяя просвещение в народе. Если говорить о нашей поэзии до Махтумкули, то человеку, который Медресе не заканчивал, она была совершенно недоступна, чужда и по форме, и по содержанию. Махтумкули Фраги все изменил. В сентябре 300-летия со дня рождения Махтумкули отмечали во всем мире. В Ашхабаде установили памятник. 60-метровая скульптура Фраги возвышается на 20-метровом постаменте. Когда монтировали последние фрагменты, мне было страшно. Я стоял внизу, молился и думал, как же я смелился взяться за эту работу. Вдруг все вокруг зашумели. Оказалось, я это закричал вслух. Изучение наследия Махтумкули продолжается. На основе его произведений создают научные труды, литературоведы, историки, культурологи со всего мира. Алена Касаткина, Юлия Козлова, Сергей Шемяков, МИР24.